ищите подарок любимому человеку или хотите порадовать себя любимого тогда магазин все майки ru то что вам нужно огромное количество одежды с самыми разными принтами кино музыка игры и многое другое большой выбор мужских и женских футболок толстовок и свитшотов самыми безбашенными принтами порадуй себя и удиви окружающих подчеркни свою индивидуальность а для любителей по креативе на сайте есть конструктор с помощью которого вы можете создавать собственные принты быстрая доставка и низкие цены а по промокоду real paper 31 вы получите скидочку налетай ссылочка в описании всем привет дамы и господа с вами real paper сколько должен зарабатывать мужчина кого-то этот вопрос настораживает у кого-то вызывает чувство смущения и стыда а кому-то рвет пердильник в большинстве случаев подобными вопросами задаются девушки не во всех в большинстве и в наше время когда повсюду поехавшие фемки кричат о каком-то ущемлении прав это как минимум странно по большому счету мужчина должен зарабатывать ровно столько же сколько и женщина ну там равноправие все дела но когда речь заходит о заработке мужика в этот момент по непонятным причинам все равноправие куда-то проходит при выборе партнера для большинства девушек финансовая сторона является важной и не надо сейчас пороть чушь о том что с милом рай в бомжатнике ну так и шли бы за бомжа похер что у него нет денег и будущего зато богатый внутренний мир особенно после флакона паленки во всяком случае мало кто отвечает на подобный вопрос фразой мужчина ничего никому не должен да и порой тёлки бывают настолько оборзевшими что завышает себе цену в десятки раз хотя на деле являются обыкновенными колхозными маньками которые еще вчера гуляли по своему мухосранску а сегодня переехали в москву и внезапно вдруг не стали светскими львицами по непонятным причинам мужчина должен чуть ли не каждый день радовать их подарками ублажать и зарабатывать столько сколько даже в российской параллельной вселенной не зарабатывают просто потому а хуй его знает почему возможно потому что у них между ног пиписька сегодня как раз таки мы и заценим тех самых светских львиц ради которых мужик должен вкалывать не щадя себя видео довольно таки старое и только сейчас я решил до него добраться приготовьте тазик со льдом ибо возможно ролик вызовет у вас неоднозначную реакцию сегодня тема финансовый аспект в отношениях для тебя он является важным вот сколько мужчин зарабатывает его финансово конечно является ты вообще знаешь сколько стоит это пальто сшитое из цыганских рыночных сумок я считаю что в современном мире уже женщина сама должна себе себя обеспечить воу может я зря гнал на нее действительно вроде как равноправие и мужику уже не нужно заколачивать пещеру на ночь камнем но к сожалению адекватных женщин в этом опросе будут единицы я вставил ее лишь для того чтобы хоть каплю адекватности внести в данный ролик но на текущий момент мне достаточно будет где-то в пределах 200 тысяч рублей 200к серьезно ты чё коровом сена на зиму заготавливаешь что ли я просто охуеваю над некоторыми персонажами из этого видео стоит какая-то манька в пуховике и просит 200 тысяч в месяц ты хоть знаешь как выглядят 200 тысяч визуально ты ебала попроще иди гусей покорми маня но всегда можно мотивировать любимого человека на то чтобы он зарабатывал больше я бы начал с твоей мотивации парочку подсрачников чтобы в облаках на крыльях охуевшести не летала финансовый аспект отношениях вообще вот он влияет ну да это один из самых главных аспектов отношения киборги заполонили москву походу конечно это один из главных аспектов отношений но потому что если нет базы какой-то как можно строить семью и что-то серьезное начинать если человек нищеброд ты лучше таджиком нелегалам задонать на дошек которые тебе пальцами ног сшили эту парашного цвета блевотную обрыгашку когда мужчина уже не является нищебродом то есть сколько ему надо зарабатывать чтобы не быть ну нищебродом на 1300 любань не хочу тебя огорчать но если мужик зарабатывает от 300 к он даже не посмотрит в твою сторону о чем ты говоришь а если все же посмотрит и при этом мужика доброе сердце скорее всего он подарит тебе буханку хлеба пожалев тем самым бомжиху дальше хуже когда я смотрел это видео первый раз я находился в состоянии беспросветного ахуя кто-нибудь подарите ахуевшим московским шаболдом зеркало мне кажется этого простого предмета так не хватает в их интерьере на себя тратить нам детей на будущее строить на себя на детей на будущее то есть мужику максимум несколько носков на 23 февраля а чё ему еще то надо да если мужчина мало зарабатывает то вряд ли он не будет интересен в других сферах минимум 500 я думаю работник макдака только что подавился с пи***ным бургером плачу тебе 500 рублей за то чтобы ты просто заткнул свой хавальник и перестала издавать им такие мерзкие звуки сношающиеся лошади 200 250 и если он перспективный то нет это не проблема совсем понятие перспективный ну если человек годам к 20 перестал куда-то стремиться то это уже без перспективняк годам к 20 я конечно ничего не хочу сказать но по-моему этот расфуфыренный кондуктор на понтах судя по соответствующей сумке в какой-то другой стране по моему живет большинство двадцатилетних парней либо уже вкалывают и вовсе не за 200к в месяц либо еще учатся и единственное их стремление это вечерком пожарить картошечку в студенческой общаге серьезно кто-нибудь объясните мне почему вообще такое возможно если бы я зарабатывал бы от 200 тысяч рублей последнее на чтобы я их потратил это на шалашовок с завышенной самооценкой да мне проще штуху снять при том за такие деньги можно гораздо красивее найти мне кажется мужчина вот все таки вот эта динсия есть такая поговорка народе что нужен больше женщины зарабатывать поговорка серьезно ты вообще поговорка от тупого стереотипа можешь отличить ты бы лучше google чаще своего рта открывала а вот с чему ты бы и научилась и вообще кто-нибудь объясните мне почему чем стремнее опрашиваемый тем больше у них запросы дайте лучше флакон тройного одеколона а то судя по ее роже она с утрищи с пахмелуги подыхает по москве считается что в среднем люди зарабатывают около семидесяти тысяч вот вы бы с таким мужчиной рискнули построить серьезные отношения с семью ну скажем так наверное нам было бы сложно ему в первую очередь и и все и поэтому здесь я могла бы рискнуть но боюсь что из этого бы ничего не получилось бы эх мужик от тебе до челябинского чтоб пришел с завода кинул робу в ебало и сказал стирай бля но сначала жрать давай ну и естественно пендели для скорости прописал бы тогда я думаю подобных шмар мозги стали бы на место для тебя играет роль на финансовый аспект в отношениях я конечно ничего не хочу сказать но по-моему для нее играет большую роль чтобы боярышник как можно ближе к дому продавался и семки чтоб не пережарились которыми она за углом торгует галя почем нынче стаканчик то да конечно играет как иначе а вот сколько примерно какая-то минимальная сумма который должен зарабатывать мужчина чтобы ты с ним встречалась 500 тысяч да ты еб удалась галя куда тебе такие деньжища и все подсолнуховое поле что ли на продажу решила скупить будь скромнее ёпта завтра петьки за обедом покажу это видео он наверное людькиным борщом подавится а если он зарабатывает ну там 200 ну это маловато но поправимо нет серьезно у меня мать в голодные 90 когда я был пи***ком носила такой плащ но при этом у нее запрос на жизнь были гораздо скромнее раз и так в сто бабуля пи***дуйте на казанский вокзал там ваши мужчины заждались уже вас 500к блять походу в москве какой-то климат что ли другой люди реально пи***анутыми становится а вот что от тебя он получает что ты можешь ему дать взамен ну я считаю что что ну я могу вот так вот долго думать что ответить на простейший вопрос это первое а второе если он заработает 500 и со мной значит я даю ему то что ему нужно или если он заработает 500 и со мной здесь в грамм не он заработал 500 вот разве это не логично понятно кто-нибудь заменить ей предохранитель на генераторе хуйни по моему он сгорел малость что ты можешь ему взамен дать себя любимую что еще но это как но свои эмоции ты знаешь любань ну или как там тебя зовут если я буду зарабатывать от 200 тысяч рублей мне и своих эмоций вот так вот хватит вот прям с головой атмосферу что может дать женщина свою красоту ну короче ничего по ходу она ему не даст взамен судя по всему а вот примеру чтобы допустим он зарабатывать 300 и ты 300 это ну не вариант да буду зарабатывать намного больше я думаю обратите внимание какие отражения в лужах еще один годик ну максимум два и такие же будут в топовых играх на максимально графических настройках а ну я просто решил сменить тему так как не вижу смысла обсуждать этот бред а если не секрет чем ты занимаешься и какая у тебя зарплата я сейчас не работаю вот смотрю на эту стену и текстурки то говно как на первой плойке микрофон у ведущий так себе кстати звук шкалит а вывеску можно было бы и обновить что мне действительно нужно обсуждать этот бред который несет бомжиха из казанского вокзала серьезно ну окей продолжим но я работаю на тему чтобы получать доход в теннисе мне больше всего нравится теннис я считаю что не надо много прокачивать свою внешность то есть все что у меня есть это я уже прокачала вот бомжиха девяностого левела дальше просто уже некуда я уже все прокачала а у тебя еще с молодой чекским встречаешь нет почему-то я не удивлен не с тем сейчас не встречаюсь потому что все кого я встречаю в реальности они либо хотят меня использовать для секса либо не алкаши но это суровая действительность что уж тут поделаешь алкаши и секс с тобой это как земля и луна они всегда будут вместе они всегда будут рядом примерно вот хотя бы чтобы нам просто надо для социологического такого исследования триста четыреста тысяч на месте ох не поеду я в москву никогда девушки прежде чем так вы пробуются просто посмотрите в зеркало оценив тем самым свои шансы и стоимость большая часть шаболт из этого видео и полторашки в час не стоит и то это с большой наценкой и то когда я сказал слово полторашка я имел ввиду не полторы тысячи рублей а просто санины полтора литра я имел ввиду самому дешевого пива вот что я имел ввиду я думаю на этом мы и остановимся не хочу вас огорчать пацаны но если вы зарабатываете меньше двухсот тысяч рублей в месяц вы просто лохи как и я а что делать ну вот как то так подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии также не забывайте вступать группу вконтакте ссылочка в описании там вы найдете всевозможные новости о данном канале когда и что выйдет когда будет стрим и так далее и тому подобное всем пока увидимся в следующем ролике